Фирменные желтые палатки сельскохозяйственной ярмарки расположились у кинотеатра «Искра». Своими дарами покупатели в этот раз порадовали более 10 регионов России. Республики Чувашия и Мариэлл, Тульская, Саратовская и Тамбовская области, Ставропольский край. Вот лишь некоторые из них. Главное на ярмарке – это качество представленного ассортимента. Здесь, как нельзя, актуален тренд последних лет. Домашняя продукция выращенная и произведенная небольшими хозяйствами, буквально вручную. Такому товару сложно пробиться на полке супермаркета. А значит, ярмарка – это отличное место, где можно приобрести аутентичные, без всяких вредных добавок, продукты. Почему вы покупаете на ярмарке, а не в магазине? Ну, потому что домашняя продукция. Курица прямо пахнет домашней, когда-то в деревне росла. И знаю, запах такой, когда мама рубила, куры такой и был. Радуют покупатели, конечно, и многообразие предложенных товаров. Овощи, фрукты, мясные и рыбные деликатесы, мармелад и прочие сладости. Молочная продукция, мед, грибы, варенье – выбор есть на любой вкус и кошелек. Сергей Москаленко признается, что на ярмарке он пополнил свои продуктовые запасы на зиму. Я сегодня закупился по полной. И циклы, и тыквы, и морковки, и капусты, и помидоры, и яблок. Особой популярностью на ярмарке пользовалась палатка с овощами и фруктами из Чувашии, которая выстроилась в длинную очередь. В чем же секрет? Вкусное все, вплоть, начиная с картошечки, с яблок, огурцы у нас очень хорошие, сочные, и их хрустящие. Но дело не только в качестве ассортимента. Покупатели еще и выбирают рублем. А это, как известно, самое справедливое голосование. На товары первой необходимости на ярмарке установлены специальные социальные цены. Такова политика ее организаторов. Деятельность нашей организации, ассоциации региональных сходов производителей, полностью сочетается с пожеланием администрации Ленинского района, которая ставит задачи в городе ставить низкие социальные цены и увеличивать продуктовую группу. То есть на данной ярмарке представлен картофель из Чувашии в ценовой политике от 17 рублей, когда в магазине подобная продукция 35-40 рублей стоит. Качественная большая картошка. Помимо продовольственной продукции на ярмарке было представлено и много самобытных товаров ручной работы. Особого внимания, к примеру, заслуживают чувашские валенки. Сделаны из овечьей шерсти, выдерживают мороз до минус 30. Очень теплые. Одеваются сверху силиконовые галоши, чтобы не промокали. Кстати, здесь без труда можно задать любой вопрос о продукции и получить исчерпывающий ответ. Ведь торгуют в основном непосредственно сами производители. Живое общение, качественные товары, широкий ассортимент и правильная ценовая политика. Именно за всем этим покупатели традиционно приходят на ярмарку. Екатерина Коваленко и Сергей Ларин. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok